Уже седьмой год подряд накануне Нового года по всему Краснодарскому краю разлетаются снегири, исполняющие детские желания. Волшебных птичек можно встретить на ветках лесных красавиц, которые украшают крупные торговые центры городов. Так можно описать реализацию благотворительной акции «Елка желаний», в которой самое активное участие принимают и жители Славянского района. В преддверии Нового года и Рождества так хочется верить в чудо. А главное, что чудо можно совершить и самому. Для того, чтобы стать Дедом Морозом, уже всё готово. На «Елках желаний» уютно разместились снегирьки, каждый из которых принёс с собой одно – самое заветное желание маленьких жителей Славянского района. Торжественный старт акции, реализуемой благотворительным фондом «Край добра» в магазине «Золотой ключик» 17 декабря дал глава Славянского района Роман Сенеговский. В преддверии праздника Нового года, Рождества, мы дарим нашим детям подарки. Как мы говорим, чужих детей не бывает, все они наши. Я приглашаю всех поучаствовать, проявить милосердие, доброту, любовь к нашим детям. Уже в первые минуты старта акции десятки снегирей слетели с веток и полетели по детскому магазину в поисках загаданных подарков. Машинки и куклы, мягкие игрушки и развивающие игры. Много ли нужно детям для счастья? Я считаю, что эта акция очень нужна. В преддверии новогодних праздников сделать добро, когда этот ребенок увидит эту куколку, а Деда Мороза, я думаю, сколько будет счастья у ребенка. И Новый год будет встречать хорошо. Доставить подарок адресату можно по-разному. Самому отвезти игрушку ребенку или вручить волонтерам, которые тщательно прикрепляют открытки снегирей к соответствующим подаркам. И складывают специальные корзины. После чего добровольцы будут развозить их по домам детей, требующих особого внимания. Нынешняя акция, я шла на нее с трепетом, потому что детки заказали Деду Морозу, наверное, и родители говорили, что они получат подарки. И я вот с особым благоговением выбирала эти подарки и хотела, чтобы малышам понравились они. Стать благотворителем может каждый, кто считает, что чужих детей не бывает. Об этом, давая старт акции в магазине «Веселая карусель», сказал председатель районного совета Григорий Литовко. Это мне совета района поблагодарить вас, что вы откликнулись на эту акцию. Я призываю вас пригласить всех знакомых, родных, близких поучаствовать, чтобы детские мечты хотя бы вот в этих снегирях сбылись. В этом году на ветках елок желаний разместились порядка 400 снегирьков. И в наших силах сделать так, чтобы ни один из них не остался без ответа. И принес в своем клюве новогоднее чудо маленькому жителю района. Доброй традицией стало в день открытия акции проводить елку желаний и во дворе Святоуспенского храма. Ее организаторами являются Славянское районное казачье общество и Славянское благочиние. Время Рождественского поста – это время не только покаяния и молитвы, но это еще и время добрых дел. И очень отрадно видеть, что большое количество людей принимают участие в данной акции. Это люди с добрым сердцем. Это люди, которые желают и хотят, чтобы в Новый год, в праздник Рождества Христова, ни один ребенок не остался без подарка. За годы проведения благотворительной акции волшебные снегирьки смогли исполнить желания почти трех тысяч детей из малоимущих семей Славянского района. Елки желаний в этом году будут размещены с 17 по 25 декабря в магазинах «Золотой ключик» и «Веселая карусель». Успейте подарить счастье детям.